Лунар Филд Совместно с Джун Стрит Студиос представляет Незнакомец В фильме снимались Кэтрин Лидстоун Анджела Лютер Питер Порт Сэм Крамрайни И Майкл Блейк Круз Композитор Мэтью Атикус Бергер Далеко не уходите Встретимся здесь через час Договорились Оператор Нейтан Хобарт Далеко успока Сэм Крамрайни Продолжение следует... Продолжение следует... И берег, и пляж. Ого! Это уж точно никто никогда не снимал. Этот фотоаппарат был пустой тратой денег. Успех тебе не светит. И отец с мамой это знают. Им просто не хватает духу сказать, что ты бездарна. И что от тебя им одни проблемы. Пожалуйста, отстань, Джон! А, нет! Ты совсем бестолочь. Уронила фотоаппарат. Просто слов нет. Джон! Субтитры создавал DimaTorzok Какая неожиданность. Десять лет спустя. Помогите! Черт. Я сегодня никуда не собираюсь. Ты здесь? Привет! Эмми? Я никуда с тобой не пойду. Я знаю. Я должна закончить влог. Мне завтра допоздна работать. Так, во-первых, перестань уже делать всё, что тебе говорит этот слезняк, который якобы твой начальник. Он правда мой начальник? Во-вторых, у тебя ведь всего 20 подписчиков. Уверена, они переживут задержку в один день. Ты слишком серьёзно все воспринимаешь. Тебе явно стоит выпить. Я не пойду с тобой. Будет весело, поверь. Позови Линти. Шутишь? У Линти депрессняк. А я хочу отдохнуть, а не быть её нянькой. И потом, если пойдёшь со мной, это заставит Дерека ревновать. Зачем мне вызывать у него ревность? Ох, Тара, Тара, Тара. Тебе ещё столько всего предстоит узнать о мужчинах. Может быть. Слушай, ты такая упрямая. Я? Просто немного потусишь. Можешь взять камеру и пофоткать о богатых молодых придурках в их естественной среде обитания. Звучит заманчиво. Уверена, они тебе хорошо заплатят за профессиональные фотографии для соцсетей. Тебе ведь надо зарабатывать, чтобы покупать вкусняшки, которые ты любишь? Я и стараюсь это делать, работая над влогом. Так, я могу тебе заплатить столько денег, сколько тебе приносит влог, если пойдёшь со мной. Я обойдусь без спонсоров. Я не собираюсь тебя спонсировать. Я лишь хочу потусить со своей лучшей подругой. А заодно немного ей помочь. Угу, супер. За тебя. Забористый. Это мой рецепт. Ты ужасный человек. Я знаю. В двенадцать ты уже будешь дома. Нет, в одиннадцать часов. Ты будешь здесь уже в десять часов. Ты успеешь записать этот свой влог. В десять часов? Я тебе клянусь. Ага. Класс. Так, эту еду можно выбросить. Допивай, бери сумочку и идём. Погоди. Скорей, скорей, скорей. Погоди. Да я держусь, я держусь. Диван там. А что? А он там. Не падай. А где мой телефон? Сейчас он тебе не нужен. Надо такси вызвать. Да. Можешь поспать здесь. Утром вызовешь. Привет. Это Тара. Я протестировала новый 85-мм объектив. И сейчас я расскажу о своих впечатлениях. Тара. 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 Очковь! Дарак, все в порядке? Я поздно освободился, давай завтра поговорим. Думаю о тебе. Надеюсь, репетиции проходят успешно. Скучаю. Как дела? Что ты делаешь, Дара? У вас два новых сообщения. Первое сообщение. Привет, милая, это мама. Снова. Сегодня день рождения твоего отца, так что, может, ты его поздравишь? Сообщение удалено. Следующее сообщение. Дарак, я знаю, ты сейчас на работе, так что можешь не перезвонить. Я... Ладно, скажу прямо. Пожалуй, нам стоит взять паузу. У меня скоро большой концерт, и я должен сосредоточиться на нем. Ты всегда меня поддерживала, и я тебе за это благодарен. Только вот я... Я не могу уделять тебе достаточно времени. На меня столько всего навалилось, поэтому... Так будет лучше. В общем... Надеюсь, мы останемся друзьями. И если хочешь, можешь прийти на концерт и поснимать нас. Это было бы супер. А если не придешь, я не обижусь. В общем... Увидимся там, может быть. Конец сообщения. Чтобы удалить его, нажмите. Это Даррек, оставьте сообщение. Лучше забудь о нем. Он тебе вообще не достоин. Думаешь? Он 35-летний рокер, который до сих пор ничего не достиг. Ты найдешь кого-нибудь получше, поверь мне. Я не знаю, что мне делать дальше, Эми. Работа меня бесит. И у меня нет и не будет никакой карьеры. Родители со мной не разговаривают, а мой парень, который оказался неудачником, меня бросил. Об этом и речь. У тебя кризис. Ты стоишь на месте. Но у тебя есть шанс изменить свою жизнь. Ты же не хочешь вечно быть официанткой. Тебе почти 30. Может, уже хватит чизбургеры готовить. Тебе легко говорить. У тебя есть бережения. А я вся в долгах. Я говорю о том, что тебе следует использовать свой талант. Нет. Я не собираюсь ходить с тобой по клубам и фотографировать твоих испорченных друзей. Ну что ж. У тебя тяжелый день, так что я пропущу это мимо ушей. Я не в том... Да, все в порядке. Слушай, у меня идея. У моих родителей есть потрясающий дом, где я проводила школьные каникулы. Он расположен рядом с озером и окружен лесом. Отличное место для прогулок. Просто супер. Он... Поверь, там очень здорово. И что дальше? Мама сказала, что хочет его продать. Так что нам стоит туда съездить, пока мы еще можем. Ты можешь взять камеру и сделать снимки. Уверена, мои родители их купят. Эти места созданы для того, чтобы их фотографировать. Не смотри так. Это вовсе не благотворительность. Или как ты там говорила. Это будет отличная возможность убить двух зайцев одним выстрелом. И каких именно зайцев мы убьем? Ну, во-первых, ты заработаешь. А во-вторых, мы устроим девичник. Никакой работы. Никакого козла Дерека. Только потрясающие пейзажи и отдых. Поедем в этот уикенд. Я не очень люблю озера. Почему ты их не любишь? Из-за твоего брата. Он здесь при чем? Терра, я знаю тебя, как никто другой. И поверь мне, ты не сможешь двигаться вперед, пока не отпустишь прошлое. Это был несчастный случай. Ужасный несчастный случай. Твоей вины в этом нет. Дело не в этом. А в чем? У Дерека на выходных концерт. Тара! Что? Не вздумай туда ходить. Мне кажется, он этого хочет. Я знаю, он этого хочет. Я поговорю с ним. И что ты скажешь? Дерек, поздравляю с концертом. Я буду рада бесплатно вас пофотографировать. О, и между прочим, если ты опять захочешь морально поиздеваться надо мной, то я к твоим услугам. Хэппи-энда здесь не будет. Поверь мне. Он ведь придурок. И он всегда будет придурком. Он просто хочет, чтобы ты его пофоткала. Я говорю это, так как ты моя подруга. И я желаю тебе добра. Мой внутренний голос говорит, что я должна быть там. Ладно. Давай так. Мы поедем на один день и посмотрим, как пойдет. Если ты все же захочешь пойти на концерт, так и быть. Мы уедем в воскресенье утром. И ты успеешь на концерт. Но если вдруг тебе понравится, то останемся на весь уикенд. Ты можешь записать свои влоги там. Получится очень красиво. И я уверена, что родители купят эти фото. Ты не пожалеешь. Это будет супер уикенд. Что скажешь? Согласна? Привет, друзья, это Тара. Я решила протестировать новый объектив на природе. У озера, принадлежащего семье моей подруги. Да, я тоже была в шоке, когда узнала, что у них есть собственное озеро. Представляете, оно даже названо в их честь. В общем, я выложу что-нибудь, когда доберусь туда. Следите за обновлениями. Да, это место и правда у черта на куличиках. Твоя машина всегда издает такой звук. И это ваш маленький дом у озера? Он самый. Все в порядке? Такое бывает. Должен быть перегрев. Посмотрю, когда остынет. Как скажешь. Итак, что думаешь? Если честно, такой дом я увидеть не ожидала. И еще, почему ты никогда о нем не говорила? Я забыла, что он у нас есть. Моя мама напомнила мне о нем. Сейчас покажу потрясающий вид. Ну как? Ух ты. Правда, класс. У меня ощущение, что раньше озера было больше. Джордж! Все нормально? Да. Я не думала, что берег будет рядом. Он не рядом. Нас от него озеро отделяет. Когда здесь в последний раз кто-то был? Ах, кто знает, родители иногда сдают дом, но, если честно, большую часть времени он постует. На их месте я жила бы здесь. Ах, ты не видела их основной дом. По сравнению с ним, это сарай. Это работает? Думаю, скорее всего, нет. Этот дом полон странных коллекционных вещей. Связи нет. Что? Это супер. Никаких искушений. Надеюсь, вай-фай есть? Да, наверное. Эми, что? Как я буду заливать влог? Может, хватит уже твердить о своем влоге? Сними видео здесь, а загрузишь их, когда вернешься. Может, хоть скажешь спасибо, Эми? Я стараюсь тебе помочь. Ты права. Извини. Спасибо. Это просто потрясающе. Не за что. Пойдем, я покажу твою комнату. Ты ведь любишь розовый? Мамы просто обожают акцентные подушки. А почему дверь открыта? О, боже. Похоже, арендаторы забыли ее закрыть. Идиоты. Надеюсь, дождь сюда не попадал? А вдруг родители подумают, что это из-за нас? У тебя странный вид. Я... Я закрыл, на мой. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Сначала показываю пейзаж. Здесь очень приятно работать. Пожалуй, я постараюсь уговорить подругу побыть моей моделью. Хочу протестировать новый объектив. Готова, надеюсь. Её не пришлось уговаривать. Посмотри на небо. Хорошо. А теперь сядь так, чтобы я видела заднюю часть шляпы. А ты знаешь, классно получилось. Это тебя удивляет? Я, между прочим, была юной мисс Бетфорд. И остаюсь ею. Когда это было? А, мне было восемь. Может, просто объектив очень хороший? А ну, не хами. Хватит. Убирай. Давай поплаваем. Я не хочу. Ну, пожалуйста. Ну, давай. Мне нравится здесь. Я не хочу плавать одна. Это пойдёт тебе на пользу. Пойдёт мне на пользу? На что ты намекаешь? Это новая глава. Победи свой страх. О чём? Вот чёрт. Ты о Джонни, так ведь? Не понимаю, о чём ты. Нет, понимаешь. Ты помнишь, ты спросила, не связана ли с ним моя нелюбовь к озёрам? Если это и так, я этого уже не помню. Послушай, твой брат здесь ни при чём. Я просто хочу, чтобы ты расслабилась и развеялась. Зачем ты вечно усложняешь всё? Он умер, Эми. Десять лет назад. Перестань использовать его как предлог. Использовать как предлог? Ты знаешь, о чём я. Если честно, нет. Ты не понимаешь, что значит потерять близкого. И чувствовать себя виноватой. И знать, что родители тебя ненавидят, потому что ты осталась в живых. Они тебя ненавидят. Ты ничего не знаешь, Эми. Ты только думаешь, что понимаешь, что со мной происходит. Но это не так. Лучше думай о своих проблемах. Если твоя мать такая властная и требовательная, то уезжай от неё. Только на что ты будешь жить? Слушай, это несправедливо. Жизнь несправедлива. И чем скорее ты прекратишь убеждать меня в обратном, тем лучше. Послушай, ты уж прости. Просто я вижу, что ты постоянно себя коришь, и это причиняет мне боль. И потом этот Дерек... Ты думаешь, что не заслуживаешь большего, так ведь? Ты заслуживаешь. У меня есть идея. Какая? Давай больше не будем говорить о парнях. Сосредоточимся на наших общих интересах. Что скажешь на это? Договорились. Ты не пойдёшь на концерт? Я этого не говорила. Я ещё не определилась. У-ху! Я всё думаю о твоих словах. Это о каких? Что я жалуюсь на своих родителей, однако не отказываюсь от их денег. Извини, я... Нет, нет, ты права. Я полностью завишу от них. Может быть, поэтому я так тебе завидую. Ты мне завидуешь? Да. То есть, я даже не могу представить, каково это, когда от тебя никто ничего не ожидает. Понимаешь? Каково быть свободным. Привет, извините. Я не хотел вас напугать. Вам нужна помощь? А, нет. Может быть. Я увидел вас у озера и хотел поздороваться, но вы уже ушли, когда я подошёл. А что вы тут делаете? В общем, я, можно сказать, путешествую, как Шерилл Стрейт. Что за Шерилл? Шерилл Стрейт. Дикая. Одна из моих любимых книг. Я записала о ней в лог. О, да. Итак, Шерилл. Меня Лукас зовут. Я не хочу вас напрягать, но, может быть, вы знаете, где здесь можно подзарядить телефон. У Шерилл Стрейт был телефон? Я сомневаюсь. Но она ведь круче меня. А, между прочим, наш дом тут совсем рядом. Только сотовой связи здесь нет. Да, я уже понял. И всё же не помешает подзарядить телефон на случай, если окажусь в зоне доступа. Хорошо. Меня зовут Эмми, а её Тара. Следуйте за нами. И я так сказала. Конечно, дома нужен ремонт, но всё же он неплох. Кроме вас здесь никого? Это вас смущает? Нет, это как-то опасно. Две красивые девушки, одни в большом старом доме. Я видел фильм с похожим сюжетом. Это забавно. Вы забавный. У вас есть свой зарядник? Да, есть. Замечательно. Подзаряжайтесь. Я, пожалуй, приму душ. Ты не против? Для тебя это идеальный вариант. Действуй. Вы тут не скучаете? Спасибо, что согласились помочь. Я уйду минут через десять. Нет, 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 нет. Торопиться не стоит. Я вернусь через пару минут. Торопиться не стоит. Хотя не представляю, как на этом можно сделать карьеру. Я тоже, если быть честной. Что вы сказали? Я... Я всё ещё учусь. Это долгий процесс. Каждый из нас учится всю жизнь. За нашего нового друга и его героическое путешествие. А также за мою лучшую подругу и начало её новой главы. Если я правильно понял, вы знакомы много лет, верно? Очень много лет. Ты так говоришь, как будто это плохо. Вовсе нет. Но если подумать, как долго мы друг друга знаем, это слегка пугает. После переезда Эми стала моей первой подругой. И заклятым врагом. Да ладно, не стоит преувеличивать. Я не преувеличиваю. Наша драка стала легендарной. Драка? Я случайно оказалась на одной студенческой вечеринке. Ох, ну отстойно. И кое-кто занял туалет. Мне было плохо. И я начала стучать в дверь. Очень громко стучать. И Эми сказала, что воспитанные люди так не делают. А Тара назвала меня лицемеркой. К тому моменту мы уже здорово набрались, поэтому результат был предсказуемым. Кажется, кто-то даже снял наш поединок. С тех пор мы сильно изменились. Точно, как хорошее вино. Я только приехала в город и никого там не знала. И вдруг девушка, с которой я подралась, у всех на глазах предлагает подвезти меня домой. За рулем был шахер. И я начинаю рассказывать ей о своих бедах. И она плачет вместе со мной. И ты меня здорово поддержала в тот год. Без тебя я бы не справилась. Первый курс – это жесть. Дело было не в этом, а в моем брате. Я не очень люблю об этом говорить, но в тот год мой брат погиб. И этот удар моя семья не смогла пережить. Мы решили переехать, так как моей маме казалось, что это поможет нам начать новую жизнь. Но у нас не получилось. Это стало не началом, а скорее финалом. Мне очень жаль. С тех пор прошло много лет. Я съехала от них, и Эми стала моей новой семьей. С родителями я почти не общаюсь. Дело в том, что когда они меня видят, то вспоминают о брате, и это причиняет им боль. В общем, такие дела. Извини, я не хотела. Да нет. Я знаю, каково терять близких. Все говорят, надо двигаться дальше, но боль все равно остается с тобой. С тех пор прошло десять лет. Эми, может, ей пора уже поговорить с мамой? Я в этом не уверен. Время пришло. Я думаю, Тара сама может принять решение. Ну ладно. Лукас, кем ты работаешь? Я вроде как фармацевт. То есть я им был. Ты им был? Да. Не знаю, как. Я решил с этим завязать. Я стал фармацевтом, чтобы помогать людям. А оказалось, что я служу огромным корпорациям, поэтому я с этим завязал. И после этого ты решил отправиться в лес. Так что ты тут ищешь? Я пока сам не понял. А что насчет вас? Я знаю, что ты фотограф, Тара. Она может им стать, если бросить свою дурацкую работу в забегаловке. Спасибо, Эми. Да и не обижайся. Просто у тебя такой талант, а ты его не используешь, обслуживая туристов в убогой кафешке. Ты достойна большего, чем минимальная зарплата и жалкие чаевые. И автомобиль, который во время езды издает предсмертный хрип. А в то барахлит? Да нет. Я могу взглянуть, если хочешь. Взгляни, будь добр. Я прощаюсь с жизнью каждый раз, когда сажусь в эту развалюху. Перестань. У меня в тачке есть набор инструментов. У тебя есть тачка? Я думала, ты пешком путешествуешь. Так и есть. Но я только начал. Машина рядом с озером. Можно за ней сходить, когда Эми закончит меня троллить. Я тебя не троллю. Боже, какая ты чувствительная. Я просто говорю правду. У тебя огромный потенциал. А что насчет тебя, Эми? Кем ты работаешь? Я работаю у своих родителей. Ты вроде нормальный парень. Так что я бы предложила тебе остаться на выходные. Только вот, к сожалению, у парня Таро завтра концерт. Так что мы скоро уезжаем. В общем. Он не мой парень. Он меня бросил на днях. Может, вы еще сойдетесь. Вот дурачок. Мы расстались. Но совсем. Я не пойду на концерт. Не пойдешь? Конечно, нет. Мы пробудем здесь весь уикенд. И ты можешь остаться, если хочешь. Да, Эми? Само собой. Я схожу еще за одной бутылкой. Лучшее вино в погребе. Она прикольная. Эми может показаться грубоватой, но, знаешь, она очень хороший друг. И она меня во всем поддерживает. Слушай, ты мне кого-то напоминаешь? Или, может, мы где-нибудь встречались? Откуда ты приехал? И я хорошо тебя понимаю. Ты о чем? Я принесла не вино, а кое-что поинтереснее. Слушай, вы можете посмотреть. Слушай, вы хорошо. Эмми? Эмми, если ты берешь мои вещи, то клади их назад. О чем ты говоришь? О моих духах. Я их не брала. Конечно. Всем привет, это Тара. Как и обещала, показываю пейзаж. Здесь очень приятно работать. Пожалуй, я постараюсь уговорить подругу, побыть моей моделью. Хочу протестировать новый объектив. Пожалуй, я постараюсь уговорить подругу, побыть моей моделью. Хочу протестировать. Хочу протестировать. Попробую протестироваться прибыльом Reviews bana против Mittel율. Ляга определения сталensional в повсед็ By, 이건 не церковью. Или это баталёр. А не церковь лагерства praised mình и прон GTA. Пок asks информации нет. А вот она. Привет. Эми, я должна тебе кое-что показать. Сейчас? Да, сейчас. Давай лучше поиграем. И выпьем? Присоединяйся. О, извини. Ты же сказала, что не брала парфюм. Ты о чем? Я узнаю его запах. А я не понимаю, о чем ты вообще говоришь. Твоя очередь, Эми. Что ты хотела ей показать? Да так. Один, пустяк. Может, мне покажешь? Пожалуй, пора еще выпить. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Спящая красавица проснулась. Как себя чувствуешь? Почему не разбудили? Я решила сначала приготовить завтрак для нас всех. Она не часто бывает на таких вечеринках. А так и не скажешь. Ты не видела мой зарядник? Он пропал? Меня это не удивляет. Она постоянно что-то теряет или забывает. Серьезно? Вообще-то нет. Так, похоже, сегодня кое-кто встал не с той ноги. Кое-кому стоит перестать брать мои вещи и обвинять меня в том, что я их теряю. Я займусь твоей машиной. С ней всё в порядке. Может быть, просто там безопаснее, чем здесь, на линии огня. Ключи висят рядом с дверью. Не подеритесь. Не подеритесь. Класс. Теперь он думает, мы чокнутые. Мы? Это у тебя паранойя. Я просто пеку блинчики. У меня нет паранойи. Это мои вещи, их нет на месте. Послушай, все мы иногда что-то теряем. Ты вчера была довольно пьяной. И, видимо, ты не помнишь, куда их положила. Или ты не помнишь. Ты ведь тоже пила алкоголь, так ведь? Не переживай. Я уверена, что мы найдём твой зарядник. Ты слишком остро реагируешь. Вовсе нет. Это моя вещь, Эми. И ты всегда так делаешь. Ты думаешь, что можешь брать, что захочешь и когда захочешь. Я всегда так делаю? Да. Ты должна помнить о личных границах. Это всего лишь телефонный зарядник. Ты себя слышишь? Эми, дело вовсе не в этом. Ну, а в чём? Дело в том... Забудь. Ты разозлилась, так как Лукас ко мне подкатывал? Дара. Ты несколько дней твердила о том, как тебе дорог Дерек, как тебе его не хватает, и как сильно ты хочешь попасть на его концерт. И тут вдруг тебе захотелось замутить с этим лесным человечком, которого ты впервые видишь. Где логика? Я не понимаю, почему ты так разозлилась. Откуда я могла знать, что ты пытаешься закадрить Лукаса? Я не пытаюсь его закадрить. О, боже. Я уже не понимаю, о чём мы вообще говорим. Тара, может, хватит? Просто ты говоришь, что я пытаюсь его закадрить. Я всего лишь... Ты всего лишь что? Я на это не подписывалась. Я не знаю, зачем я изо всех сил пытаюсь тебе угодить, если ты так себя ведёшь. Ты ни с того, ни с сего начинаешь на меня злиться и обвиняешь меня в том, что я не делаю. Нет, Эмми, ты это делаешь. Слушай, если тебе нужен Лукас, то он твой. Но не злись на меня за то, что я пытаюсь получить удовольствие от жизни лишь потому, что ты не можешь достичь того, чего хочешь. Ты её починил? Просто кое-что подкрутил. Ты мой герой? Да, брось. Завтрак готов и поединок окончен. Возвращайся к нам. Извини, Лукас, мы с ней... Да всё путём. Можешь не объяснять. В общем, приходи, когда закончишь. О, кто пожаловал? Садись скорее, а то всё остынет. Пахнет вкусно. Помою руки и вернусь. Ты же последняя пользовалась зарядником. Я куплю тебе 50 зарядников, если ты пообещаешь о нём не упоминать. Тебе стоит это увидеть. Я хотела вчера тебе показать. Вчера утром кто-то за нами наблюдал. Он попал на видео. Показывай уже скорей. Он исчез. Кто исчез? Мой видеофайл исчез. Есть одна мысль. Пожалуй, сегодня нам следует ограничиться вином. Никаких крепких напитков. Нет, файл точно был здесь. Спасибо, что дождались. Аппетитно выглядит. Ты в порядке? Да. Всё супер. Тебе положить? Спасибо. Тара, будешь блинчики? Тарак. Тара, будешь блинчики? Тарак, будешь блинчики? Да. Тарак. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты имел в виду? Субтитры создавал DimaTorzok Мне не нужно было заряжать телефон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok И мне показалось, что ты вчера Кэмми подкатывал Кэмми? Да Хочешь, открою секрет? Это не так. Ты сказал, что твоя машина где-то рядом? Тара? Тара, ты здесь? Дерек, что ты здесь делаешь? Я совершил ошибку. Ты поздновато это осознал? Надеюсь, что нет. Можно выйти? Как ты меня нашёл? Ты обо всём рассказываешь во влогах. Я не говорила, что буду здесь. Ты сказала, что едешь к озеру родных подруги, а я же знаю фамилию Эми, так ведь? Крутяк. Чего ты хочешь? Возвращайся со мной в город и приходи сегодня до концерта. Это не очень хорошая идея. Почему ты так думаешь? Ты ведь меня бросил, Дерек, голосовым сообщением. Я тебя не бросал. Я просто психанул из-за концерта. Я сделал пару ошибок и запутался, не знал, что мне делать. Сделал пару ошибок? Но это в прошлом. И я хочу всё исправить. Какие ошибки? Что в прошлом? Это важно? Конечно, Дерек. Ты меня не слышишь. Я напортачил. И я хочу всё исправить. Я хочу быть с тобой. Уходи, Дерек. Я уйду только с тобой. Забудь об этом. Детка, я проделал весь этот путь, так и хотел сказать. А ты ещё кто? Лукас — это Дерек. Дерек — это Лукас. Дерек сейчас уедет. Это твоя тачка там стоит? Стоп, вы двое... Дерек, поезжай домой. Я не договорил. Значит, пока я там переживал, ты здесь трахалась с этим лесорубом? Где ты его откопала? Подожди-ка. А мы не знакомы? Ты здесь лишний, Дерек. Значит, ты Лукас? Так не пойдёт, чувак. Спишь с моей девушкой? Она не твоя девушка. Ребята! Тебе пора ехать, Дерек. Иначе ты опоздаешь на свой концерт. Значит, вот так, да? Ладно, она твоя, приятель. Мне просто был нужен фотограф. Она трахалась гораздо лучше тебя. Зря только ездил. Вот зараза. Тук-тук. Ты ведь всё слышала, так ведь? Да. И он всё это время мне изменял, представляешь? Да. Я такая бестолочь. Нет, ты вовсе не бестолочь. Иди ко мне. Вот так. Ну, всё. Иди ко мне. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Я хочу выпить. Ты будешь? Привет, это Тара. Я все еще нахожусь в этих райских местах. Из-за технических трудностей файл со вчерашним влогом пропал. Обидно, конечно. Зато сейчас я покажу вам фотографии, которые я сделала с портретным объективом. Черт. Продолжение следует... 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 Например, ты приводишь бедную девушку, страдающую после расставания с парнем, в один из своих великолепных особняков, чтобы устроить девичник, якобы ради этой бедняжки. А потом ты советуешь ей замутить с парнем, но при этом показываешь, что ни один нормальный мужик не предпочтёт её тебе. Мне тебя жаль, Эми. Ты неуверенный в себе, эгоистичный, избалованный человек, который, не задумываясь, предаст своих друзей. Опять прикидываешься жертвой. Бедненькая Тара. Я такая ответственная. Я так упорно тружусь. Я считаю себя лучше всех остальных, так как у моей семьи нет денег. Родители меня ненавидят. И я хочу стать великим фотографом. Но моя жизнь ужасна. Пошла ты нахрен. Хотя, стоп, ты уже была на нём. Так вот из-за чего, сэр Бор. Это всего лишь секс, Тара. Не будь ты такой недотрогой, и тебе бы кто-нибудь вдул. Заткни. Может, именно поэтому твой парень так хотел трахнуть меня. Что? Никто не любит плак, Стара. Твоя жизнь ничуть не тяжелее, чем у всех остальных. Просто ты боишься признать, что может проблема в тебе самой. Может, лучше бы в тот день ты утонула? Прощай. Надеюсь, я больше никогда не увижу и не услышу тебя. Анастасия. Дай взглянуть. Не подходи. Я могу починить. Уйди, Лукас. Я пытаюсь помочь. Тара, мне очень, очень жаль. Не знаю, зачем я сказала эту глупость. Не подходи, ты корнилова! Тара, ты выслушать меня можешь? Я сейчас же возвращаюсь домой. Отвези меня в город. Поеду на автобусе. Сейчас уже ночь. До утра автобусов не будет. Ты мне машину испортил. Я? Нет, я ее починил. Это что, игра такая? Послушай, я понимаю, что ты расстроилась. Но сейчас уже ночь и... Лукас, зачем ты это сделал? А может быть, это сделал твой бывший парень? А он мог, Тара. Я бы никогда не... Можно мне сказать одну вещь? Я погорячилась, Тара. И мне очень жаль, правда. Я прекрасно понимаю, что сказанного не вернуть, но я тебя прошу, давай вернемся в дом и ляжем спать. А утром Лукас отвезет нас в город. Так ведь будет гораздо разумней. Тара, пойдем. Тара, пойдем. Так, поверь, мне правда очень жаль. Увидимся утром. Я этого не делал. Лукас, уходи. Тара, пойдем. Продолжение следует... 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 Ой, нет. Нет, я люблю тебя уже много лет. С шестого класса. Ты пришла мне на помощь. Мальчишки издевались надо мной, а ты сказала им оставить меня в покое. А потом ты подошла ко мне и помогла встать. Брайан. Я знала, что ты меня вспомнишь. Я решил, что второе имя мне больше подходит. В общем, тогда я был готов. Впрочем, как и сейчас, сделать для тебя абсолютно всё. Я потерял тебя на какое-то время. После того, как устранил твоего брата. Потому что он ужасно к тебе относился. Я никогда не забуду выражение его глаз в тот момент, как он упал в воду. Но потом всё пошло не по плану. Ты исчезла. Я не смог тебя разыскать и думал, что это конец. И ты не представляешь, как я был удивлён, когда однажды я искал информацию о фотоаппаратах, и вдруг на экране возникло твоё прекрасное лицо. Это была судьба. Её нельзя игнорировать, Тара. Поэтому я всё бросил и переехал в твой город. Я внимательно следил за тобой, выжидая подходящий момент. И, наконец, мозаика сложилась. Я сразу понял, это мой идеальный шанс. Шанс показать тебе, кто действительно тебя любит. А тех, кто не любит, нужно убрать. Вот теперь ты готова. Субтитры создавал DimaTorzok Зачем ты защищаешь эту неблагодарную, избалованную тварь, которая тебя предала? Зачем? Ты прав. Она неблагодарная, избалованная тварь. Ты помог мне это осознать. Я и не думала, что на свете есть такие мужчины, как ты. Готовы и меня выслушать. Готовы и понять. Готовы и защитить свою любовь. И ты помог мне понять. Я ее ненавижу. Эми, я всегда тебя поддерживала. А ты указывала, что мне делать, куда мне ходить, какую одежду носить. У меня не было своей жизни, потому что твои дела всегда были важнее. И при этом ты говорила, что у меня никогда не будет денег. Смеялась над моей карьерой, спала с моим парнем. Зачем ты вообще делаешь вид, что хочешь со мной дружить? Это повышает твою самооценку. Унижая меня, ты начинаешь меньше ненавидеть свою никчемную жизнь. Дай мне это сделать. Не стоит морать руки, любовь моя. Ты много лет меня оберегаешь. Мой брат был подонком. Да. Он был монстром. Согласен. Он превратил мою жизнь в кошмар. Впрочем, как и жизнь родителей. Когда он умер, когда он умер, я начала себя обманывать. Мы с родителями говорили о нем так, словно он был чудесным человеком. Хотя на самом деле он был чудовищем. Почему мы начинаем идеализировать умерших? Для родителей это был шок. Казалось, для меня уже нет места в их душах. Даже умерев. Мой брат продолжал мучить меня. Я рада, что его нет. Я уже устала притворяться. Наша жизнь становится лучше, когда те, кто тянет нас ко дну, уходят. Ты все делал за меня, Лукас. Позволь мне самой убить ее. Извини, что так получилось, Ами. Как ты говоришь, чтобы двигаться вперед, прошлое нужно отпустить. Спасибо, Лукас. Спасибо, Лукас. Сара. Сара. Бежим. Скорее бежим. Эми, скорей! Садись в эту. О, мой блог! Нет, 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 нет. Эми, его надо вытащить. Солкай. Помоги его. Сейчас. Нет. Все, все, я сажусь. Нет. Умеешь ездить на механике? Нет. А ты умеешь? Есть. Есть. Этого не может быть. Скорей. Скорей. Сама попробуй. Нужно. Нужно что-то сделать со сцеплением. Скорей! Скорей. Тара, только не исчезай опять. Я все равно тебя найду. Я тебя люблю! Два месяца спустя. Все, это последнее. Спасибо, нет проблем. Что ж, ну вот, вся моя жизнь в машине. Не совсем. Там меня нет. Эй, я горжусь тобой. Правда. Знаешь, а я горжусь тобой. Не торопись. Может, через год я буду жить на улице. Нет, этого никогда не будет. Если что, у меня поживешь. А ты уже знаешь, где ты будешь жить? Еще нет. Может, пока поживу у родителей. А потом посмотрим, как пойдет. Вариантов миллион. Что ж, ты, главное, позвони мне. Как только доедешь до них. Договорились? Я слышала, что в этих краях полно сумасшедших. Ладно, позвоню, как доберусь. Если ты меня не опередишь. Вполне возможно. Ну, идем. Прощай, дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok